Сегодня Верховный суд Республики огласил приговор подростку, который зарубил топором собственного отца. Преступление произошло в мае этого года в Зеленодольском районе. По данным следствия, школьник действовал не один, а вместе со своим совершеннолетним другом. Подельники хотели завладеть земельными участками мужчины и продать их. Облашается приговор именем Российской Федерации. На момент совершения преступления молодому человеку не исполнилось даже 17 лет. По материалам дела в семье он был не единственным ребенком. Но отец с ними не жил. Отношения между родственниками нельзя было назвать теплыми, но и явных конфликтов между ними тоже никогда не было. Взаимоотношения с отцом были, в принципе, как и говорят все родственники, нормальные, как отец с сыном. То есть такие, ну, не натянутые, не обласканные были. Как отец с сыном. Какого-либо агрессии со стороны отца в отношении сына тоже не проявлял. Отец неожиданно пропал 12 мая. Первой тревогу забила его жена. Спустя сутки полицейские обнаружили обезображенное тело 53-летнего мужчины. Первыми под подозрение попали двое молодых людей, одним из которых был его 16-летний сын. На допросе выяснилось, что друзья пошли на преступление из-за денег. По версии следствия, вместе с своими знакомыми подозреваемый собирался убить отца, чтобы завладеть его документами на земельные участки, которые в дальнейшем планировалось реализовать черным риэлтором. Следователи установили, что у молодых людей было два плана. Согласно первому, они попадали в дом и забирали документы на землю и деньги. План Б подразумевал убийство. Проникли на земельный участок, где располагается дом. Соответственно, выманив его из дома, нанеся в совокупности 12 ударов, убили Зайцева Владимира Анатольевича. Далее проникли в дом, где из сейфа забрали документы на 13 земельных участков. Тело мужчины они увезли в поле, где облили бензином и подожгли. Верховный суд республики приговорил сына убитого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Его поддельник проведет за решеткой 14 лет. Быки затоптали человека насмерть. Тело пастуха было обнаружено на одном из полей в Бугульминском районе республики. Как выяснили следователи, 57-летний мужчина совсем недавно устроился в местный колхоз. На работу он заступал рано утром и ближе к вечеру должен был вернуться, однако этого не произошло. В назначенное время он не вернулся на ферму, после чего хозяин отправился на его поиски и обнаружил мужчину по среди поля, не подающим признаков в жизни. Рядом лежала его разорванная куртка, кроме того, имелись многочисленные следы крупного рогатого скота. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Произошедшее по результатам проверки будет принято пропускальное решение. Сегодня утром водитель автомобиля Volkswagen выехал на разделительный газон и врезался в металлическое ограждение. Мужчина, управлявший внедорожником, объяснил, что это ДТП произошло из-за его невнимательности. Заметив, что проехал нужный поворот, водитель резко вырулил руль вправо. В результате машина оказалась на зеленой зоне. Иномарка получила серьезные технические повреждения и смогла покинуть место происшествия только с помощью эвакуатора. Сегодня рано утром мужчина, управлявший автомобилем газ, взял на буксир микроавтобус Fiat. После того, как Fiat завелся, водитель вышел отцеплять свой транспорт, но буксирующий грузовик поехал дальше. В результате владелец микроавтобуса остался зажатым между своим транспортом и грузовиком. Пострадавшего мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Без водителя же машина была, он же ехал, здесь же не было водителя. Первое ДТП произошло на Глазовской улице. Ранним утром мужчина не смог завести свой микроавтобус. Потому попросил соседа, владельца газа, помочь завести Fiat с помощью буксировки. Микроавтобус завелся, водитель вышел, чтобы отцепить трос, но сделать этого не успел. Ну буксир дернули машину, думали, он отцепил, он фармборг, мы поехали, как заказ, машина не отцепила. Вот он тащил вот этот водитель, вот Fiat. Водитель вышел отцеплять, взял тронулся, он как-то то ли проехал по нему, еще приезжал к грузовику. Водитель газа не заметил, что микроавтобус по-прежнему находится на буксире и продолжил движение. Хозяин Fiat, чтобы не попасть под колеса собственной машины, отскочил в сторону. Но неуправляемый микроавтобус буквально припечатал его к припаркованному рядом грузовику. Этого водителя буксира тоже не заметил, потому при выезде со двора Fiat врезался еще и в легковой автомобиль. Передыдущий автомобиль, это водитель, который сейчас оформляется, он меня заметил, но сзади же машина шла без водителя. То есть она просто, змейка идет вот так, меня ударилась. Может быть, если меня не было, она бы и прямо проехала. После двух столкновений водитель газа с Fiat на буксире даже не остановился. И так бы и уехал, если бы дорогу ему не заблокировал водитель помятого им Peugeot. Владелец микроавтобуса получил серьезные травмы. За полос во двор начал кричать, мы выбежали. Все, он лежит, весь грязный, переломный, руки висят все. С многочисленными переломами пострадавшего 36-летнего владельца Fiat госпитализировали в 12-ю горбольницу. На перекрестке улиц Достоевского и Чехова в результате столкновения автомобилей Lada и Kia отечественную машину развернул и отбросил на металлическое ограждение. После этого автомобиль отлетел и протаранил две припаркованные иномарки. К счастью, никто в этой аварии не пострадал, а вот несколько автомобилей получили серьезные технические повреждения. Определить виновника этого происшествия не составит труда, поскольку на этом участке дороги установлена камера видеонаблюдения. Молодая пара занималась продажей наркотиков. Челнинские полицейские задержали 27-летнего мужчину и его подельницу по подозрению в распространении запрещенных веществ. В автограде они работали так называемыми закладчиками. Как установили оперативники, синтетику злоумышленники получали от анонимного поставщика в заранее условленном месте. Несколько пакетов с наркотиками подозреваемые держали в спортивной сумке. При досмотре выяснилось, что запрещенные вещества уже давно были готовы к продаже. Синтетические наркотики были спрятаны по всему дому. Всего полицейские обнаружили более 260 граммов психотропных веществ. В ходе оперативных мероприятий 27-летний мужчина и его 22-летняя подельница были задержаны с поличным во время закладки наркотиков в условленный тайник. Об этой работе молодые люди узнали в интернете. Анонимный поставщик рассказал, что за каждую закладку они смогут получить хорошие деньги. Все общение сводилось к переписке в одной из социальных сетей. Свою причастность к наркопреступлениям задержанные не отрицали. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Разыскивается без вести пропавший житель Казани Богдалов Тимур Умярович, 1969 года рождения. 9 октября 2007 года мужчина вышел из дома и по настоящее время о месте его нахождения ничего не известно. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанным номерам.